Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу, как мы практично и безопасно организовали детскую комнату для нашей дочери Зары. На этом канале я делюсь своими мыслями, жизнью Великобритании, изучаю и делюсь инструментами, которые помогают нам жить более здоровой, счастливой и яркой жизнью. Сегодня я вам покажу, как мы организовали маленькую детскую комнату, которая раньше была spare bedroom, то есть комнатой для гостей, или наша так называемая летняя спальня, где раньше стояла двуспальная кровать, мой рабочий стол, где я иногда писала свою диссертацию в книжный шкаф. Мы трансформировали эту спальню в милую детскую комнату для Зары, максимально утилизируя то, что тут уже находилось, то есть repurpose, перепрофилировали некоторые предметы мебели. Конечно, сделали ее как можно практичной и безопасной. Итак, комната Зары начинается с надписи Зара. Нил заказывал эту надпись в интернете, это ручная работа. Когда я была беременная, мне очень было интересно смотреть такие видео для новых идей и вдохновения. Если вы такая же мамочка, возможно у вас тоже небольшая детская комната и нет много места для хранения в доме, и вы хотите новые интересные идеи, то смотрите это видео до конца. Я оставлю все ссылки на то, что показываю в этом видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Из книжного шкафчика мы сделали шкафчик полноценный для одежды. Мы приобрели штангу Викеи, она идеально подошла по размеру, по длине и получилась просто идеально. Бай-бай, хорошо. А здесь у нас ростомер я приклеила. Картинки из Аудис, мне очень нравится. Но проблема, но драма лама, в общем такие ламочки позитивные. Вот здесь вот уголок зелени, цветочки, орхидеи цветут. И тут мы просто поставили один шкафчик на другой. Это были обычные шкафчики, не детские. И тут у нас, сверху у нас всякие штучки, чтобы она не доставала. Это судогрин, бипонтен, всякие химические вещи, химикаты, в общем термометр. Мои линзы тут тоже лежат, ну в общем кое-то салфеточки. Все для ухода, да. Здесь пусто пока, потому что, во-первых, что-то в стирке. Из чего-то она уже выросла, поэтому я заказала новые кофточки с длинным рукавом. Будем их ждать, и потом я это заполню. Вообще я стираю через день, поэтому нам как бы много вещей не нужно. Здесь парочка слюнявчиков. А это для, потому что она носит reusable nappies. Это чтобы удлинять ее кофточки, потому что они более толстые внизу. Это ее леггинсы, носки, колготки. В общем, я тоже заказала леггинсы в той паре. И заполню, что тут дальше. Тут для сна получается ее sleeping bags. Здесь будет ее пижама. Они сейчас все в стирке. Здесь все полотенца. Здесь муслиновые. И вытирать попку. Вот так она сидит. Читает флешку. What's that, Zara? Fish? Good girl! Вот эту подушку, я на ней сижу и кормлю ее кольцом. Is it helicopter, Zara? How does it go? Round and round? Does it go round and round and round? Yeah! Вот такая ее кроватка. Здесь ее sleeping bag вместо одеяла. Она из мерина wool сделана. Очень классная. Она из компании Superlab. Мне очень нравится. Летом в ней прохладно, зимой тепло. Просто у нее заказала в Алиэкспресс. Потому что у нас много чего вот в таком паттерне. Сейчас еще покажу. У нас органайзер такой тут. Тоже с таким зигзагом. И вот эта вот она всегда отказала. Oh, bless you! Иногда Zara садится туда и читает книжку. Да, мы взяли почему такую кроватку. Потому что в ней есть, во-первых, сторич. Да, вот этот вот шкафчик. Да, он очень юстительный. Туда помещается постельное белье, под матрасник. Ну, еще вот такие вот штучки я тут тоже засунула. Стольчик я сюда поставила для того, чтобы на него залазить. Потому что кроватка достаточно высокая для меня. И чтобы не повредить свою спинку, когда она уже спит на моих руках, я ее лягу, прям кладу на кровати, чтобы нафинаться было удобнее. Здесь у нас стоит корзина для приема. Здесь обычно все корзинка маленькая для ее вещей маленьких. Ну, сейчас она стирка внизу. Это я заказала на ее первый день рождения вместе с вот этим вот. и с вот этим вот шариком. Хотелось что-то сюда добавить. И вот так вот я просто повесила эту декорацию. Это ее след ножки, ручки. Так, перемещаемся сюда. Здесь окно простое. Вот этот органайзер мы специально туда повесили. Прям с гвоздиками, чтобы закрыть вот это вот все. Не очень красоту под столом. Это просто наши вещи, которые были в этой комнате под кроватью. У нас такой сторож был. Это наши вещи с Нилом. И есть с Зариной, конечно, тоже вещи. Это то, что ей либо мало, но в основном мы то, что маленькое, в вакуумные пакеты и в чердак относим. А то, что большое, вот стоит еще там. Так, далее. Тут у нас подарочки на Рождество. Мы должны положить их, по традиции, у кровати. Потом я тоже сниму, покажу. Мы решили использовать максимально вертикальный спейс. То есть даже вот эти вот мы поставили без нагрузки, чтобы у нас было больше мест на полу. И также вот этот органайзер, когда она была маленькая, мы здесь ее... Здесь был пеленальный столик. Все было под рукой. Все салфетки, даже свет включается и выключается. И также можно регулировать яркость. Это прожектор. Батарейка, видимо, села. Это тоже прожектор. Я включаю перед сном. Если вам понравилось это видео, я создала плейлист, в котором есть мои популярные видео с нашей электрической коляской, которая изменила жизнь многих мамочек. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok